Они будут вас давить именно, да под опросом вас будут катать. Я понимаю, что вы лишнего говорить не можете, это опасно, это для вас. Но мы-то все знаем. Объясняйте, объясняйте всем, что здесь происходит именно. Не такие, оказывается, вы страшные, как нас по России 24 показывают, да? Ни одного нациста я не увидел. Представь себе именно. Представь себе. Понимаешь, то, что там ходят с Тотенкомфами, свальстиками и так далее, молодежь. О, хорошо, я вот жил, я жил в России, я жил в Москве, я жил в Питере. Разве там около футбольщиков? Есть, есть, такой же атрибутика. Посмотри, Red Blue Warrior с ЦСКА Москва, Альфа Хьюгин, да у них на эмблемах что, Тотенкомфы и так далее. И до войны мы все дружили, мы все прекрасно общались. Я сам выходил со полуфутбольной среды, я сам был футбольным фанатом, хулиганом. И что теперь? Но есть понимание, пойми, Украина многонациональная страна. И у нас фишка в том, что мы ментально свободные люди, мы общаемся каждый на языке, которым хочет. Тут поляки говорят на польском, украинцы на украинском, русскоговорящие на русском. Мадяры на своем, молдаване на своем, крымские татары разговаривают на своем. У нас свобода вероисповедания. Кто хочет, ходит в костел, в церковь, в синагогу, в мечеть. Я вам еще приколю. Вы знаете, что в этой операции со мной, вот то, что мы зашли в село к вам, были граждане Израиля. И по-американски, ну или по-английски как-то, кто-то тоже развел. Я не буду говорить кто что, но там конкретно были граждане Израиля. Один из моих очень-очень-очень хороших друзей и сослуживцев, это бывший солдат армии Сахала. Так это что получается? Вы пришли деноцифицировать многонациональную страну со свободой вероисповедания. Граждан Республики Беларусь, Израиля. Вы пришли нас деноцифицировать? Парни, у вас каша в голове. У вас лаги, у вас каша в голове, вам просто мозги промывают и вас на убой, на убой, на убой. Вот эти вот приколисты, которые из-за второго дома вышли, которые тоже там подумали, что мы русские. Пацаны, пацаны, а вы чьи будете, пацаны? Ну да, это слышно. Им же что же предложили сдаться? Ну ты же им сказал, или? Ты же им сам сказал, что поедите сюда, говорит. Идите сюда, говорит. Они спрашивали, когда мы выходили, они что-то спросили у вас, типа, кто вы такие, говорит. Вы что, мы сами говорите, иди сюда, говорит, и все, говорит, будет нормально. И все, что мы начали разорвать. Они неправильно себя повели. По ним выстрелили в упор с 10 метров с РПГ-7. Ты помнишь, Максим, взрыв? Ну, всмотно, но помню. Когда я тебя отводил ближе к каналу, помнишь, взрыв был, ты упал от взрыва, помнишь? Да. Я поднял тебя и сказал, двигаемся дальше. Вот этот взрыв, это и был, выстрел с РПГ. Вот этих вот, третий, который за домом стоял, и двоих, которые, их в упор просто с РПГ размазали. Они как человеки-пауки поразлетались там. Можно вопрос? И это? Конечно. А вот то, что справа дом, где нас брали, а слева дом, там были солдаты. Вот мне просто интересно, за них вообще ничего неизвестно. Смотри, смотри, я тебе скажу честно, да? Я тебе честно скажу, как есть. Всех, кто себя неправильно повел в эту операцию, вы больше их не увидите. Все, я принял. Все, кто... Там были те, кто еще начал выдвигать от нас. Я, знаешь как, я мусульманин, я в спину не стреляю. Были те, кто просто побежал. Вот знаешь, увидел нас, увидел бой, просто побежал. Я в спину не стреляю. Я не русский солдат. Просто я вот это и хотел услышать, что я догадывался, что будут люди, именно в тех домах, те люди, которые просто убегать начнут. Если они все-таки это видели. Смотри, смотри, я еще раз говорю. Я мусульманин. Я не стреляю в спину. Вы... Мне ничего не составляло труда, да? Вас убить обоих. Вы притеснители, которые пришли на свободную страну, напали на простых людей. Вы, по сути, террористы. Вы убиваете простых людей. Вы терроризируете мирное население. Клянусь Аллахом, мне не составляло труда обоих вам перерезать глотки. Единственное, что меня сдерживало, вот эта религия Аллаха. Пророк, алейхиссаляту вассалям, Мухаммад, призвал нас также по воле Аллаха быть милостивными к своим творениям. То есть, даже пленного, даже пленного мучать нельзя. Понимаешь, как? Даже пленного, он тебя в плену, он вот, ты захватил его. Представь себе, насколько вот, и это было единогласное мнение всего подразделения, всей группы. Да. Понимаешь, вас никто, никто не зарезал, не выстрелил, не побил, не замучил, никто. Нас пальцем не тронули до конца. Понимаешь, до конца. Именно до конца, да. Понимаешь? Потому что, мои, знаешь как, люди, мои сослуживцы, это достойнейшие. Достойнейшие. И, почему-то, до войны, я вот жил в России, я жил до этого, так же, в Крыму. И мы же ездили друг к другу и находили общий язык. Мы же нормально жили. Разве не так? Так оно и было. Почему вы напали тогда на нас? Я уже говорил, у нас же, видишь, по телевизору, как показывают, что мы пришли помогать мирному народу Донбасса, на которого напали, которого вытесняют, которых... А по факту тут все иначе. А по факту гражданин республики Беларусь, да, мусульманин, берет вас в плен со своей группой. Да, группа берет вас в плен, к вам относятся, как к людям. К вам относятся, как к людям. Люди. Понимаешь, как люди. Разных религий, разных национальностей относятся, как к людям. Я искренне надеюсь, вот искренне, да, что это видео посмотрит очень много именно ваших граждан. У нас тут все все понимают, что происходит. Я знаю, что многие, многие россияне, они даже если им это покажут, они скажут, это постановка. Наверное, до того момента россиянин, который не побывает здесь, наверное, все-таки на все 100% не осознает всего происходящего. Ну, если у кого есть голова на плечах, тот осознает и поймет, все, с первого раза доходчиво поймет. Но у которого нету головы на плечах, в принципе, тут и объяснять не надо будет, он ничего не поймет. Смотри, Костя, смотри, Костя, какой момент, да, ты говоришь, пока россияне здесь не побывают. Я искренне не желаю... Я тоже не желаю им быть. Вообще сюда, не желаю вообще сюда им приезжать, потому что не все потом смогут вот так посидеть и по-человечески разговаривать. Согласен, с тобой помню. Вернуться обратно, понимаешь? Согласен. Представь себе, вот представь себе, да, вот оба представьте себе, у вас там, а у тебя, кстати, Максим, кто двое должно быть? Дочка, дочка, дочка. Вот у вас дочери, да? Вот у вас дочери. Вот представьте себе, вы из-за своего тупорылого правителя, из-за жажды бабок, из-за промытых москов могли оставить своих детей. Без отца. Без отца, вы представляете себе? Ты хочешь, чтобы твоих дочерей другой мужчина растил? Нет, конечно. Нет, конечно. Тогда уезжайте, обменивайтесь, едьте домой, растите своих детей, не приезжайте сюда. Я дал слово чести, что вы будете жить, я доведу вас до конца, и будет обменный фонд. Мои люди пальцем вас не тронули, именно довели до конца. Передали вас другой группе, там, подразделению. Спасибо за это. Спасибо, Маджахи. Тебе отдельное спасибо. Я даю слово, и я даю слово, иншаллах, что я буду до конца воевать с врагами, с врагами именно, оккупантами этого простого народа, как внутри этой страны, так и снаружи именно. Потому что я мусульманин, я буду стоять до конца, я всегда отвечаю за свои слова. Я буду защищать простой народ Украины. И мне похрену, у меня даже паспорта нету именно. Вы мне не предъявили, что я какой-нибудь там нацист, там, и кто-то еще. Понимаешь, насколько именно я порядочный человек. Меня, ты знаешь, какая у меня судьба вообще? Я расскажу вам. Я в 2014 году, мне было, по-моему, там, 17 или 18 лет, я уже воевал первым компанией. У нас там комбат был батальона, он заигрался с контрабандой, заигрался там с генералами своими, с Порошенко, и на бизнес решил поиграть. Урабатывали его, посадили его, а нас просто за компанией, потому что мы были идейные дураки и слепо верили, что мы боремся против барыг. По сути, мы и боролись против барыг, против Порошенко, против этого предателя, по сути. Ну, кто-то, знаешь, как там, решил, что на войне можно заработать денег. И вот нас очернили, нас оклеветали, что мы там бародеры, убийцы, там, насильники и так далее. А по факту, это правительство, это, знаешь, как это, барыги Порошенко, забрал у меня 6 лет жизни, из которых 3 года я в одиночке продал. Не украинский народ закрывал меня, нет, не украинский, а барыги, конченые барыги. А украинский народ передавал мне передачки каждую неделю, собирал мне деньги именно на лекарства, когда я болел тяжело. Украинский народ всю дорогу был рядом, и вот когда я освободился, я мог уехать из страны, я год, год, почти год, я просидел на домашнем аресте, и опять мог уехать именно. Началась война, и я снова пошел защищать украинский народ. У меня вся молодость, это война, госпиталя, тюрьма, и снова война, и вот снова я ранен, я снова в госпитале. Я честно, я искренне рад, что в этой вот войне, да, для нас она освободительная, потому что мы боремся за свободу. Я искренне рад, что я не оставил троих дочерей без отцов, искренне рад. Я искренне тебе говорю спасибо за это. А я искренне желаю, чтобы когда-нибудь до российской армии дошло прозрение, и она просто бросала оружие и уходила из Украины, останавливаясь перед каждым порогом, перед каждым домом, и искренне просила прощения за изнасилованных, убитых и замученных людей Украины. Да. Вот, общаюсь вот с вами, да, вы заметите, у меня, я даже не оскорбил никого из вас, да, как вот тогда, так и сейчас. Да, да, я заметил. Что же вы творите именно, что вы творите, разве вы не осознаете этого, что вы творите без чинства именно, разве у вас вот в душе, в людской что-то не просыпается? Просыпается. Неужто для того, чтобы, ну, представьте себе, как Аллах вам судьбу предопределил, что вам пришлось попасть в плен? Пришлось выжить. Пришлось выжить, да? Да, да, нам дали жизнь, нам дали вторую жизнь, можно сказать так. А остальные у вас, вот какая судьба именно? Я когда смотрел интервью, Макс, с тобой, я видел, как твоя жена плачет, ну, искренне, я еще узнал, что она беременная, ну, искренне ее жаль стал. Каждый ребенок по исламу, который рождается, он считается мусульманином. До тех пор, пока он не сделает сам свой выбор, кем ему жить, там, христианином, язычником, мусульманином или нигдеем. Вот представь себе, я, у тебя, Костя, сколько твоим дочерям лет? Два с половиной, четыре года, ну, и пять будет вот в декабре сейчас. Это же дети совсем, грудные дети, совсем маленькие. Да, маленькие еще дети. Ты представляешь, как ты был рядом, вот именно с ним? На волоске, на волоске. Понимаешь? Я благодарен тебе за это, что я сижу здесь. Благодаря Аллаху, Господа миров, потому что когда-то я не был мусульманином. Благодаря Аллаху, Господа миров, потому что именно его религия, именно его учения, именно его, вот знаешь, как, закон, именно его шариат, сегодня вот стал причиной, по которой вы живете. Вы, вот честно, я вижу в ваших глазах раскаяние, даже какое-то презрение просто к правящему режиму. Я понимаю, вы это не озвучите. Если бы можно было, много было, что сказать. Я понимаю, я понимаю, что у вас нет свободы слова. Понимаешь, дело в том, что я здесь, я здесь, в Украине, я открыто могу сказать, что я презираю большинство депутатов, а это конченые, сука, барыги именно. Я открыто это могу говорить. И ничего мне за это не будет венчала, потому что здесь свобода именно. Я открыто говорю, что, к примеру, большинство из этих кланов правящих, это барыги, которые виноваты, и только Путин виноват. И наша слабость также стала причиной, по которой война началась. Мы были слабы отчасти, мы не смогли навести порядок у себя. Мы увидели, что мы были слабы. Мы были разрознены. Эти оранжевые, эти регионы, эти то, это сё. Мы увидели, что мы были слабы. Вы напали на нас подло. Но вы не ждали того, что мы объединимся. В трудный момент у украинского менталитета есть вот такая черта. Но, конечно, хотелось бы, чтобы не только в трудный момент, но в трудный момент мы и становимся спиной к спине, да, и начинаем вместе бороться. А то, чтобы вы понимали цепочку, да, волонтерское движение, добровольческое движение, оно настолько сильно, что вы реально, реально воюете с простым народом. Вы воюетесь с простым народом. Да более просто. У нас нет такого, как у вас, что всех загнали, и там всё. Ты такой пошёл вперёд, ты такой пошёл вперёд. Вот, чтобы было понимание, каждый, кто участвовал, каждый, отвечаю за свои слова, каждый, кто участвовал в операции по Максимовке, как и в любых других задачах, вот у меня, да, это все пошли добровольцы. Добровольцы, это все пошли добровольцы. Ни одному не сказали, ты пойдёшь, вот, всё, пошёл. Такого нету, как у вас. Понимаешь? Ну, минируйте вы, конечно, блин, ну, это говорит, знаешь как, это говорит о том, что вам страшно, вы всё за... А вы не думайте о том, что там, может, пастухи гоняют скот, о том, что, может, там какие-то бабушка, дедушка будет идти. Вы же всё минируете. Зачем вы так делаете? Ну, просто честно, я этого не понимаю. А с какого вы десанта вообще? Седьмая дивизия, 108-й полк. Новороссийск город. Новороссийские десантники? Да. Там уже в курсе, что вы впрыгнули? Да. И что говорят? Ну, сказали, списки на обмен подали, ждём обмена. Ну, вас это не остановило, я так понимаю, что они там всё заминировали, да? Смотри, дорогой, все мины, что были на нашем пути, мы всё сняли. Да. Мы всё сняли, мы зашли, все, кто себя некорректно повёл, с ними поступили некорректно, два человека послушались, согласно конвенции сдались в плен, согласно шариату, я проявил к ним милость, согласно шариату, я дал им слово, я слово сдержал, и по воле Аллаха у них была сохранена жизнь, и вот сегодня ты общаешься с ним. Да. Давай ещё, ну, 5-10 минут, да, потому что нам надо ехать. Да, нет проблем, просто честно, мне, Володь, я благодарен тебе, что ты сегодня сделал этот разговор. О, не, это я тебе благодарен, это мы тебе благодарны. Да, я, смотри, смотри, Володь, мы народ, мы простой народ, да, и мы делаем одну задачу, одну цель. Наша задача сегодня сохранить Украину как свободную страну и простой народ. Наша ценность, она не территорий, вот чтобы вы понимали, русские солдаты, мы воюем не за землю, не за землю, не за территорию, за простой народ. Наша ценность это наши люди. Это наша самая главная ценность наши люди. Чтобы не так было, как звезду в лоб сбили серпом и молотом, галстук надели и все, вперед, славь вождя. Нет. Чтобы была свобода выбора. Кто ты, что ты, как ты и так далее. Я открыто здесь могу критиковать, как нынешнюю власть, так и прошлую власть. И мне ни хрена за это не будет, потому что у нас свобода слова. А у вас попробуй только скажи, что Путин такой или сякой, сразу же отдел СПСП приедет и заберет. Разве не так? Ну ведь так же. Вас загнали, вы из Советского Союза даже не выходили, вас еще больше в рабство загнали. Официальная статистика вашего российского СИЗО. 96% заполнены в СИЗО по всей Российской Федерации. 96%. Вот у меня сейчас ребята мы их взяли в плен, там еще какое-то. Это зэки. Это зэки. Тип отсидел 23 года, к нему пришли в СИНОС и ФСБ шлоу. Сказали, ну что, едешь там, надо воевать, там все дела, тебя потом обнестируют, там если нормально говоришь. Вот представьте себе, насколько уже вот система эта шатается, что они зэков берут на войне. Нам вчера, в принципе, рассказывали за это. Понимаешь-ка? Ну у нас, представь себе, да, даже вот какой у нас уровень медицины, да, какие у нас вот медики. Нас лечат здесь, ну хорошо, даже здесь нас тут лечат вообще полностью, поднимают. Да, это понятное дело. С коленей просто. Это смотри, я еще раз объясняю. Это у вас там, в Ален, Аленовке, извиняюсь, Еленовке, Еленовке, было село, где стояла колония, да, там в этой колонии был целый барак азовцев, да, и не только, это, ну, я не делю азовцы, и не азовцы, это были украинские солдаты, которые взяли с азовцы в плен. И, представь себе, взяли просто их термобаром, термобарами, вы знаете, что там, да, термобарами заживо сожгли их, не барак, их заживо сожгли. В Северодонецке, вот видео есть, как этот бурят, этот, не бурят, а колбык, отрезает половые органы вместе, вот этот, и Вагнеров содержит, и он отрезает половые органы нашему солдату. Понимаешь? Посмотри, как похудели наши ребята у вас в плену. Просто видео, посмотрите, фотки им. Тоже показывали. Как спички им. А вас кормят, к вам нормальные отношения, вас не унижают, не обижают, не режут именно, не колят, не бьют током именно. Понимаешь? Как вам отношения. Потому что мы люди. Мы люди. И у меня, честно, за все годы, что я воюю, за все время, что я сожаюсь против Российской империи, клянусь Аллахом, у меня нету понимания, почему вы так жестоки, почему вы так бессердечны, и почему вы напали на нас. Вот честно, я вообще не понимаю, что руководит вами, какой шайдан, такой дьяволый. Я когда по Буче шел, там каждое подразделение заходило, там было по улицам, по деликам. Там люди лежали на улицах со связанными руками за спиной, с прострелянными головами, с перерезанными глотками. Я зашел в один из дворов, девчонка лет 15-16, руки связанные за спиной, мертвые, да? И у нее от попы до пяток просто две ноги вот так, изрезаны. Я когда был в Матышине, в Добропарке, там были колодцы. Когда ваши отошли, там в колодцах просто куча тел лежала, колодцы с забросами тела. Я когда заходил возле Макарова, от Матышина, мы продвигались в сторону Добропарка, да, моя группа шла. Видишь, просто была вот колонна расстрелянных людей, да, там были как и мужчины, гражданская колонна, женщины и дети. Два грудных ребенка просто как будто кто-то взял по машине фарш, разбросал его, там он же гнить начали. Детей расстреляли. И колонна уходила от вас, от вас, от оккупированной территории, прорывалась к нам. И ваши в спину расстреляли просто колонну верняка. За что? Максим, помнишь, ты говорил, что вам команда была дана, что если там машины не останавливаются, даже гражданские, сразу расстрелят? Помню. Понимаешь-ка. Кого расстреливать? Мирных людей, которые не знают правил войны, не знают тактики, не знают порядка войны, которые перепуганы и просто спасаются бегством? Маджахеды, у нас телефоны садятся. Хорошо. Знаешь как, дай бог, дай бог, чтобы вы вернулись домой и стали примером для многих и показали многим, рассказали многим, что здесь тоже люди, что здесь не звери, не нацисты, не кто-то там еще, что здесь тоже люди. И дай бог, чтобы многие там сделали вывод и не ехали сюда умирать. Я искренне рад, искренне рад. Я, знаешь, несмотря на то, что вы притеснители, оккупанты, то, что вы напали на простой народ, я искренне рад, что вы выжили именно. Потому что я не оставил троих дочерей без отцов. Потому что у двоих наших ребят теперь есть возможность вернуться домой. Как минимум. Как минимум. Я, конечно, понимаю, что ваша власть, судя по тому, как они обстреливали, они сормально летели и Мавика 2 еще была. Они видели, что мы вас ведем. Они знали об этом. Судя по тому, как они расстреливали, упопленным били, я искренне понимаю, что вам будет тяжело, когда вы вернетесь. Я не знаю, честно, с чем вам придется дома столкнуться, потому что для Российской Федерации армия это просто цифра. Вы просто статистики. Вы просто для них мясо. Да. Это мы им тоже... Поэтому... Нам доносили, в принципе. Возвращайтесь домой, простите своих дочерей. Пускай, иншаллах, по воле Аллаха вам придет больше ясности и понимания. И никогда в своей жизни не берите в руки оружие. Мы сражаемся за правду, мы сражаемся за простой народ, боремся против притеснителей. Именно поэтому Аллах, субханнаху ва-та-Али, дарует нам победу над вами. По милости своей. Я презираю Путина, так как он несправедливый правитель. Наш пророк Мухаммад, алейхи саляту вассалям, сказал, лучший джигат это джигат слова против несправедливого правителя. И я выступаю против Путина, как против несправедливого правителя. И призываю всех схватиться и воевать против притеснителей. Мы не хотим ваших территорий, мы не хотим ваших людей. Верните нам наше, верните нам то, что по праву принадлежит нам. И уходите. Просите прощения перед каждым домом, перед каждой семьей. Мы не сдадимся. Мы будем воевать до конца, инча-Алла. И никто, кроме Аллаха, нас не остановит. На этом будем прощаться. Земля Аллаха обширна, земля Аллаха круглая. Спасибо большое, Маджахет. Спасибо. Маджахет, спасибо за работу. За твою. Выздоравливай. Сейчас еще пару слов я скажу буквально. Благодарим тебя. Благодарим тебя. И знаешь, я понимаю, что это будет видео, будут смотреть Россия. Я хотел бы сказать просто, чтобы ты тоже подтвердил и от себя сказал, что у нас нет таких людей, как вагнеровцы, которые есть в России. Которые наемные убийцы, которые идут за деньги. Потому что даже вот в твоем подразделении люди, о которых ты говорил, которые из других стран, это люди, которые приехали за идею защищать действительно. Еще раз. Еще раз. Люди, которые являются иностранцами у нас в подразделении, они официально на контракте, так как и я, мы официально являемся армией. Мало того, люди, которые являются иностранцами, они все имеют украинские корни. И все не являются наемниками, а являются официальными подразделениями вооруженных. Во-первых, я еще раз хочу точиться. По законодательству Украины наемничество у нас запрещено. У нас, когда приезжает человек, у нас, когда приезжает человек и хочет воевать, будучи иностранцем, ему сразу же говорят, у нас есть подразделения, которые официально, согласно воинскому уставу, берут иностранцев на контракт. Мы, как, я, честно, хоть и по национальности не украинец, но, знаешь, душой, короче, именно конкретно Даталова. Знаешь, как, украина, это наша цель. знаешь, как, и тут уже дело к тому, кто приезжает. Либо он ознакомляется с контрактом, читает условия и принимает, подписывает, подчиняется нашему уставу, а воинский устав уединитка всех, то есть воюет по нашим законам, по правилам, либо же он может вернуться к себе домой и там жить своей жизнью и так далее. Мы принимаем любую помощь. У нас даже есть граждане Российской Федерации, которые приехали к нам в Украину и они не согласны с режимом Путина, они не согласны с... Но они считают как и есть по факту, что Россия оккупирована именно. И они воюют за то, чтобы Россия была свободна без этих олигархов, воры и так далее. Поэтому российская пропаганда, которая сегодня вот кричит там наемники и так далее, да, я гражданин Республики Беларусь, у меня до сих пор нет украинского паспорта, и я официально на контракте, я официально солдат определенной структуры, который воюет согласно нашим порядкам, законам и так далее. У нас нет такого, что вот там, как вагнеровцы спустились и они побежали там беспределить и так далее. По нашей работе, да, вот даже элементарно то, что вы сегодня слышали, то, с чем вы ознакомились, вы видите, что отношение к пленным порядочное, с ними ниже стили, их даже ни разу не ударили. это мы все знаем. Это мы знаем, это как бы... Это мы все знаем, это все уже сегодня услышали, это тот момент, который я хотел уточнить, чтобы потом не насыпали в комментариях, что наемники. Здесь первый комментарий был бы о том, что вот у вас наемники. Наемники это в России. Еще раз, еще раз, я не буду просто называть позывные людей. Не надо, не надо, не надо. Когда я у граждан Израиля, которые приехали воевать, задал вопрос, ну ты вот служил в Сахале, ты уже к паспорту Израиля, да, там, что тебе вообще именно, вот, подорвало оттуда, бросить все, приехать, подписать контракт, пойти в армию, что? Он говорит, у меня бабушка украинка, мама украинка, тут у меня вся родня отсюда, я отсюда. Это мой дом, как мне не воевать? У нас 4% батарейка сейчас. да, мы в любом случае сейчас отключимся. Мы отдельно хотели бы с тобой еще пообщаться, может выйти там на стрим. Нужно будет, я сейчас вот, смотрите, я сейчас короче распанахтан вот осколок да, да, у тебя были все эти видео, я просто не знал, что это с этого эпизода, но у тебя в инстаграме мы прикрепим твою страничку к инстаграму, у тебя были все эти видео, когда ты попал и так далее. у меня предварительно еще две операции впереди, мне должны осколок, у меня еще один осколок в печени достаточно, и ребро переломать, потому что оно провалилось вовнутрь, дышать тяжело как бы, то есть, ну, из-за того, что осколок пробил, один в легкое порвал, застрял. выздоравливает, просто колоссальнейший боевой опыт, эти люди хотят приехать в Украину и подписать контракт и воевать против Французской Федерации, так как есть свои личные счеты с Российской Федерацией, которая, вот и выход из Кавказа, которая, да, Россия же сила на Кавказе, кто-то просто сделал переселение, жил в тех землях, и Россия очень сильно кошмарила и Ирак, и Сирию, то есть у людей этих очень сильная неприязнь к Российской Федерации. Много этих людей хотят приехать в Украину из Сирии, из Ирака, мусульмане, подписать контракт, войти в армию и воевать против Российской Федерации. Я бы хотел, чтобы, если у вас есть такая возможность, донести до высшего эшелома, да, украинского правительства, чтобы они как-то посодействовали и помогли этим людям приехать сюда и войти в армию, и воевать против Российской Федерации. Почему? Потому как русские, они проводят аналогичную работу и асадовцы, алавиты, вот эти сектанты, Башара Алясада, они с Сирией, пускай в минимальном количестве, ну и по чуть-чуть кидают до мяса сюда и так далее. Что касается самой вот психологического состояния армии Российской Федерации, представьте себе вот это, то, что вот сейчас вот сидели, мы эту ситуацию разбирали, да, мы начали работу в начале села, да, начали, короче, расстреливать, а они по коптам, было видно потом, а они в центре села через два дома начали друг друга расстреливать. Насколько у них паника началась? Ну, да, мясо, испуганное мясо. несколько человек, несколько человек просто сразу побежали, когда начался море. Ну, они перепуганы. Единственное, что у них вот жестко работает, хорошо работает, это артиллерия. Они только могут равнять города с земной. Это мы знаем, это знает каждый зритель нашего канала, да. Больше, больше, они ни на что не способны. Больше они, они бесполезны, они трусы, как солдаты. Они слабые, безмотивированные, без духа, абсолютно, что они могут. Просто с далека артиллерии забрасывают, ну, и самолетами, там, что-то там. И то, у нас есть классные, кстати, Старстрики, Стингера, и мы очень рады видеть нижний самолет Рига. Падают, попадают очень хорошо. Ну, сейчас уже мало летают. Да, потому что мы хорошо работаем. Мы научились, да, мы научились. Вообще, моя первая, первая профессия, которую я освоил на этой регионе, вот уже второй компанией, да, это оператор Стингера. Причем, учились быстро в полевых условиях, под Киевом, именно. Ну, простой, как уточка. Но если афганцы научились с них работать, да, халат, у которых автоматы по две обойны в карманах, в халате, если они научились в 90-х годах, именно в 80-х, русские сушки американскими Сильдерами сбивать, то представьте себе, как быстро учились мы. Еще быстрее научились. Ладно, мужчины, я благодарен вам. Тебе спасибо большое. И всем парням твоего подразделения передает нас огромный респект. И мы, да, и мы хотели бы, хотя наша программа не работает задним числом, но мы хотели бы за вот этих двух пленных отблагодарить. Ребят, ну, в общем, ты в курсе, я думаю, что наши спонсоры тоже будут не против. Я в курсе, что касается спонсоров, мы поговорим, я сразу говорю, я открыто заявляю, я себе ни копейки не возьму. Все нормально, мы все понимаем, все хорошо. Мы эти деньги отправим другим людям, я скажу, кому-то. Все понятно. Мы спишемся, там обсудим. Все, спасибо большое. Все. И вас, мужики, благодарят. Любите себя, вы очень классную работу делаете. А вы еще лучше. А вы лучше. Мы работаем на одном фронте. Я, конечно, стараюсь идти, это тоже работать, хоть как-то, знаешь, там, показывать, как бы, то, что там, знаешь, понимание было, что происходит, на войне. Я стараюсь хоть как-то еще там народ подбадривать, но то, что делаете вы, вы работаете сразу на несколько фронтов. Вы сразу показываете картинку на 360, что происходит, как относятся, ну, то есть, и кто мы, и что мы. Поэтому, ваша работа, она тоже очень ценна, она очень высока, и нам также огромную благодарность, что вы не сбежали там куда-то за границей. Да нет, за границей. До конца. Все, дякую, Марк. Дякую. Все, благодарю вас. Все, спасибо.